Это Первый городской. Здравствуйте! О самых важных событиях вторника, 14 марта, смотрите далее в материалах наших корреспондентов. В студии работает Иван Дучак. Смотрите в выпуске. Слава героям! В Украине впервые отмечают День добровольца. Были у нас ранены трехсотые. Он приезжал и забирал. Разоблачили мошенников. Газовщики обманули криворожан на 170 тысяч гривен. Фактически с людей бралось по полторы тысячи гривен, тысяча семьсот гривен. Естественно, эти денежные средства присваивались. Почтили память героя. На фасаде 119-й школы открыли мемориальную доску погибшему бойцу АТО. Подробности этих и других событий прямо сейчас. 14 марта в Украине впервые отмечают День добровольца. Эту дату парламент утвердил два месяца назад. Нардепы решили почтить всех украинских военнослужащих, которые пошли воевать по собственному желанию. В мае 2014-го добровольно защищать целостность страны на Донбасс отправились тысячи бойцов и сотни медиков. Госпитальер из Кривого Рога Юрий Смирнов один из них. Он спасал жизни военных в самых горячих точках – Дебальцево, Иловайске, Авдеевке. Более 700 бойцов выжили благодаря его неотложной помощи. Подробности в материале Юлии Емельяновой. Лето 2016-го года. Военные медики эвакуируют раненых бойцов с прифронтового Торецка. Среди тех, кто спасает жизни украинским военнослужащим, госпитальер-доброволец Юрий Смирнов по прозвищу Айболит. Госпитальер Юрий Смирнов спас более 700 бойцов АТО. С 2014-го года по март 2017-го военный врач-доброволец побывал в горячих точках – Иловайске, Дебальцево, Попасной, Бахмуте, Авдеевке, Торецком, Славянске, Станице, Луганской, Широкино. Был дважды ранен и контужен, когда вывозил бойцов 40-го батальона из Иловайска в Старобешево в августе 2014-го. В конце 2016-го на скорой попал под взрыв, перевернулся и с поломанными ребрами лечился в госпитале. За бескорыстность бойцы прозвали Юрия Смирнова Айболитом. Были у нас раненые, трехсотые. Он приезжал и забирал. Я хороший человек, потому что помогает очень сильно людям, бескорыстный. Там следствие скажет свое слово, свой вердикт сделает. Честно, я сам в шоке, как так могло получиться. 3 марта сотрудники СБУ нашли дома у волонтера несколько единиц оружия, боеприпасы и патроны. Разрешающих документов на хранение этого у военного врача не было. Правоохранители собирались отправить госпитальера в СИЗО, где ждут результатов расследования убийцы и грабители. Но волонтеры начали бить тревогу. Я, как керевник Координационного центра «Допомога воинам АТО», взвернулась с проханием до народного депутата Украины, Усова Костянтина Глебовича, с проханием взять на поруки военного лекаря, пока будет вести следствие. И Костянтина Глебович, будучи патриотом Украины и города, и выполняющий свои обязательства перед народом, враховывая то, что Юрий Иванович урятовал далеко не одна жизнь, и сам, будучи добровольцем, госпитальером, вывез багатьох поранених, взял на поруки до следствия. Волонтеры не оправдывают Юрия Смирнова и не утверждают, что он невиновен, но требуют честного расследования. Факт того, что он узнает или не узнает, на сегодняшний день он не озвучивал. Поэтому далее, как уже сказал и руководитель Координационного центра, следствие доведет полностью, скажем так, доведет или не доведет соответствующие обстоятельства, мы уже будем иметь про это информацию в дальнейшем, когда будет проходить соответствующая стадия. Сейчас Юрий Смирнов проходит запланированное лечение в реабилитационном центре в Ивано-Франковске. С разрешения следователя он пробудет там до 20 марта. Юлия Емельянова, Дмитрий Христенко, Первый городской. И снова митинг. На этот раз совсем немногочисленный. Днем 14 марта несколько десятков гражданских активистов собрались у здания городской полиции. Участники мирной акции требовали отпустить пленных украинских воинов, а также прекратить торговлю с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей. Пингующие призвали граждан объединиться, а полицейских не забывать, что они должны охранять порядок на улицах города и оберегать горожан. Мы можем жить прекрасно, мирно. Мы будем строить кривбасы, все будет хорошо. Не надо бояться друг друга, все будет нормально. Мы пришли просто нагадать вам, что вы работаете с народом. Не надо народа бояться. Мы любим Украину, вы тоже любите Украину. А вот эти все предатели, эти бомброшки, ну они уйдут с Украины. Это тень, это мусор. А вы полицейские, а по мусорам. Не сравните с этим. Вы работаете на Украину, не бойтесь этого всего. Желаю вам успехов. Участники митинга возмущались событиями, связанными с блокадой, и требовали прекратить любые отношения с оккупированными районами Восточной Украины, кроме обмена военнопленными. По словам правоохранителей, акция у стен Криворожского отдела полиции прошла спокойно. З метою недопущення провокації, недопущення хуліганских проявлений, як у відношенні учасників, так і у відношенні громадян, які знаходяться. Будь-яких на те перший час, будь-яких вимог до Криворожского отдела полиции, до поліціянтов ніяких не видвигали. Тому несемо службу по забезпеченню громадської безпеки на те перший час. Якщо якісь вимоги будуть надані, будем розглядати в рамках повноважень, реагувати чи перенаправляти, в залежності від вимог, які будуть надані в Криворожському відділу полицію. Детям-инвалідам будуть покупати подгузники за деньги з местного бюджета. Об этом заявила начальник городського управління труда і соцзащити населения Иннеса Благун. На кожного ребенка с ограниченными возможностями выделят 11 тисяч гривень. На эти деньги закупят подгузники. Помощь от города получат 74 семьи уже в марте. Так же более 400 криворожан из малообеспеченных семей получат материальную помощь на лечение. 1800 гривень на одного. Городського бюджета планируют выделить деньги на капитальный ремонт квартир инвалидам, чернобыльцам и участникам АТО. В целом работы обеспечат 21-му льготнику. Каждому выделят по 20 тисяч гривень. Всего на социальную помощь хотят потратить 13,5 млн гривень. Разоблачили нечестных газовщиков. Прокуратура Днепропетровской области прекратила деятельность преступной группировки газовщиков, которой требовались людей деньги. В нее входило 7 работников криворожгаза. Злоумышленники завышали стоимость услуг газоснабжающей компании в 5 раз. Подделывали документы и проводили незаконные рейды по проверке оборудования в квартирах потребителей. Выявив нарушение, требовали взятку от 850 до 1700 гривен с каждого. Таким образом, обмануть им удалось более 100 криворожан. На общую сумму около 170 тысяч гривен. В Криворожгазе говорят, фактически группировка обманула более тысячи потребителей. Но доказать причастность мошенников ко всем случаям практически невозможно. Неравнивых работников немедленно уволили из Криворожгаза. Представители газоснабжающего предприятия обратились в прокуратуру с заявлением. Подвозреваемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Стоимость этих услуг Криворожгаза от 100 гривен до 300 гривен. Ну, в зависимости от количества газового оборудования. Фактически с людей бралось по 1500 гривен, 1700 гривен. Ну, естественно, эти денежные средства присваивались. Ну, и понятно, что квитанции никаких не выдавалось. Поезд сошел с рельс. Это произошло вечером 13 марта в Ингулецком районе. Одно колесо тепловоза соскочило с колеи из-за отсутствия крепления железнодорожного полотна. На место происшествия вызвали полицию и ремонтную бригаду. Со спецоборудованием. По словам железнодорожников, тепловоз двигался медленно. Если бы скорость была более высокой, поезд мог бы опрокинуться. На участке железной дороги в районе Рудничной отсутствует больше половины креплений рельс к шпалам. По словам самих сотрудников Укрзалезницы, металлические крепления воруют, чтобы сдавать на металлолом. Вес одной детали составляет около 7 килограммов. На место происшествия вызвали следственную оперативную группу Ингулецкого отделения полиции. Сейчас правоохранители устанавливают личности воров. Напомню, 1 марта в Долгинцевском районе сотрудники линейного отделения полиции при станции Кривой Рог главный задержали двух мужчин, которые украли более 300 килограммов клеммных болтов и планировали сдать в незаконный пункт приема металлолома. По словам экспертов, такие кражи могут повлечь трагические последствия. Ведь незакрепленные на шпалах рельсы не смогут удержать движущийся состав в колее. И тогда материальный ущерб и человеческие жертвы будут неизбежны. Игра «Синий кит», в которой доводят подростков до самоубийства, стала популярна благодаря рекламе. Об этом заявила харьковский психолог Татьяна Балан на своем мастер-классе в Кривом Роге. Специалист провела тренинг для коллег, педагогов и родителей в связи с участившимися случаями попыток детского суицида. По словам психолога, в 2017 году в Украине ни один подросток не свел счеты с жизнью из-за так называемых групп смерти в соцсетях. В большинстве случаев тинейджеры совершают самоубийство из-за неразделенной любви, проблем в школе или ссор с родителями. Главный совет, который дала Татьяна Балан, слушателям необходимо общаться со своими детьми. Ведь сейчас молодежь предпочитает делиться подробностями жизни с интернет-подписчиками. Суицид это симптом, а проблема у каждого ребенка своя. Либо она в семье, что часто бывает, либо в другой системе, в которой состоит ребенок. Или это коллектив, сообщество нехорошее, провоцирующее. А ну-ка ты сможешь взять на слабо. Либо это проблема в классе, но тогда ребенку никому помочь. И суицид это единственный выход уйти от проблемы. Это же такое добровольное самоуничтожение. Почтили память героя. На фасаде 119-й школы на микрорайоне Солнечном открыли очередную, уже четвертую, по счету, мемориальную доску, погибшему в зоне АТО-воину. Илья Письменный здесь пошел в первый класс, здесь и выпустился из 11-го класса. Летом 14-го был мобилизирован в армию. Служил в составе 42-го батальона территориальной обороны. Погиб спустя два месяца под Иловайском. Отдали дань памяти родные, сослуживцы и те, кто его знал лично. Александр Фифилатев продолжит тему. Заботливый сын, верный друг и сослуживец. Примерный ученик и просто хороший человек. Так об Илье Письменном отзываются те, кто знал его лично. Криворожанин служил снайпером в составе 42-го батальона территориальной обороны. Погиб во время выполнения боевого задания в районе Иловайска в августе 14-го. Служил достойно, который знал, за что он идет. Ни минуты не колебался в своих решениях. Конечно, к сожалению, он пал. Но тем не менее, он своей смертью не дал врагу хоть даже на какой-то сантиметр подойти. И при этом мы все здесь, живем спокойно. По словам друзей павшего воина, память – главное, чем мы можем отблагодарить героя за его подвиг. Доска с фотографией Ильи теперь соседствует с тремя другими, ранее открытыми. Все надеются, что это последний воспитанник школы, который погиб в зоне АТО. Илья был настоящим. Он был необычайно позитивным человеком, любящим сыном и верным другом. Он погиб, защищая свою родину, которую так любил. Эти ребята, они все герои. А герои не умирают. Они живы до тех пор, пока мы о них помним. После торжественного открытия доски, все желающие возложили цветы. Учащиеся школы выпустили в небо белых голубей, как символ мира, которого все мы так ждем. Александр Фифилатиев, Виктор Зубченко, Первый городской. Поздравили на передовой. Цветы, белый шоколад, медали и награды. По случаю Международного женского дня представители батальона «Кривбас» и волонтеры отправились в прифронтовую зону АТО. Побывали в 17-й танковой, где служат 37 женщин. И в расположении 54-й бригады на Светлодарской дуге. Там форму носят 28 криворожанок. Навестили и спецбатальон «Кривбас» в очеретянам, где служат две девушки. Поздравить от имени всех мужчин, криворожан, от мужчин Днепропетровской области. Поздравить вас с этим прекрасным, светлым праздником. Пожелать вам здоровья, здоровья вашим семьям, родным и близким. Пожелать вам, чтобы вы быстрее возвращались в пункт постоянной дислокации. Мы вас любим, ценим и ждем. Это женщины, которые показывают пример человеку, как нужно любить свою батьковину. Это женщины, которые отрывались от своих семей, от своих детей. Для того, чтобы другие дети могли научиться, могли спокойно спать, могли радоваться жизни. Выиграли дважды. 11 марта стартовал второй этап чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге. Команды разделены на две группы и ведут борьбу за верхние и нижние места в турнирной таблице. Криворожане играют в группе лидеров. Команды с кривого рога КГПУ встретилась с южненским химиком. Начало поединка осталось за гостями, которые оформили небольшой рывок вперед. Криворожанам понадобилось время, чтобы прийти в себя и немного выровнять игру. Химик действовал контратаками, поэтому счет в матче оставлял примерно равным. На большой перерыв спортсмены ушли с результатом 41-36 в пользу Криворожского клуба. Во второй половине матча команда Криворожского Педа сделала ставку на трехочковые броски. В четвертой четверти криворожане довели противостояние до победы. Счет на табло 94-77. Шансы на выход Криворожской команды в Суперлигу увеличиваются. На этом ставим точку. Вы смотрели «Время Кривбаса». В студии работал Иван Дычак. Оставайтесь на главном телеканале города. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин